Всем привет! С вами подкаст сайта GameMag.ru И сегодня у нас в гостях Сергей Орловский. Привет, Сергей! Привет! В общем-то, это основатель и генеральный директор компании Nivalm. Хорошо, давай тогда начнем с мобильных игр. Как ты можешь прокомментировать недавно ситуацию с покемонами, которая произошла? Не, ну вообще это очень круто, потому что многие бредили, мечтали скорее идеи совмещения онлайна и оффлайна, и все боялись это делать, потому что успешных кейсов не было. Скажем так, все, которые были, были весьма спорные. И тут случилось покемон, который, собственно говоря, открыл эту дверь, что очень круто, с одной стороны. С другой стороны, я сомневаюсь, что эта история повторяемая, потому что тут слишком много звезд сложилось воедино, чтобы она стала успешной. Я думаю, сейчас будут там десятки попыток заскочить на этот паровоз, но я сильно сомневаюсь в том, что какие-то из них будут успешные. Я понял. А вот если отстраниться от покемонов, как ты вообще видишь мобильный рынок сейчас? Что на нем происходит и будет происходить? Мобильный рынок в очень сложной ситуации в целом. То есть для пользователя она прекрасная, но для разработчиков она достаточно тяжелая в плане того, что из два класса проектов в целом на рынке, то есть есть проекты, которые такие дорогие, что называется, не в плане продакшн, а в плане того, что они очень много денег собирают с пользователей, и поэтому у них высокий LTV, так называемый, то есть средний чек у них с пользователя достаточно большой. И они могут тебе позволить покупать рекламу, которая там на развитых рынках, типа Америки уже там зашкаливает за 6-8 долларов с пользователями для продвижения игры. И, соответственно, вот есть такие проекты, типа Game of War, там Modern Warfare, вот это, по сути, один класс проекта такого травянообразного, или Clash of Clans, и клоны. И вот такого класса проекта могут себе позволить, соответственно, такой высокий чек. Большинство игр не может. То есть там 99,9 в периоде, там, ну, по крайней мере, очень много после запятой девяток. Вот такой процент позволить себе покупать рекламу за такие деньги не может, просто потому, что, ну, монетизация помягче, или премиум вообще игры, которые, очевидно, не могут себе позволить такого. И, соответственно, единственным каналом распространения, ну, то есть донесение проекта до аудитории является органический виральный трафик или, там, фичеринги всякие. И это, конечно, гораздо более сложная история. И проект, собственно говоря, нужно делать весьма специфическим образом, чтобы удовлетворять этому критерию. И, собственно говоря, вот сейчас они так и разделились. И это, конечно, немножко сужает потенциальную, как бы, креативность и творчество на рынке. И так что посмотрим, что будут делать платформы, потому что платформы эта ситуация тоже не очень устраивает по очевидным причинам. Так что, думаю, Apple и Google будут каким-то образом пытаться изменить ситуацию, чтобы все-таки разнообразие игр на платформах поощряет и поддерживает. А порог входа для мобильных игр, он повысился? То есть сложнее попасть сейчас в топ, вот, например, инди-разработчикам? Уровень качества проектов, конечно, требования качества проектов выросли. Если раньше можно было сделать проекты, там, за несколько тысяч долларов, за десятки тысяч долларов, и они были вполне на уровне, то сейчас, в общем, бюджеты средние, думаю, там, порядка миллиона. И растут, ну, потому что сами телефоны, как бы, растут в производительности, и, как бы, уровень качества, который они могут обеспечить, тоже повышается. Соответственно, ну, с этой точки зрения порог входа растет, и в том числе и для инди. Но, с другой стороны, есть примеры, которые там нарушают. Ну, это, в основном, как бы, это основная идея, да, но у нее всегда есть исключения. И, там, проекты типа Agar.io, они как раз идут вразрез с этой идеей, то есть достаточно дешевые проекты, которые получили достаточно большую популярность. Ну, да, я по Agar.io знаю, но Agar.io, в принципе, поднялся за счет 9Gaga. То есть это было очень популярно именно на 9Gaga, и, собственно говоря, он ушел в мир, да? Ну, да, 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 я понимаю. То есть, в принципе, многие мобильные проекты вероятно получили за пределами мобильных платформ, и там, в соцсетях, в частности, и уже с этой аудиторией приходили на мобайл, но, тем не менее, там они получали дополнительную, и часто в разы больше. А жанровые вообще точки зрения мобильный рынок как-то перестраивается, или это все по-прежнему там три в ряд, и все такое, ну, простые совсем? Не совсем простые. Там, кстати, достаточно много сейчас сложных игр появляется, но, я говорю еще раз, проблема заключается в том, что вот именно очень высокая стоимость рекламы очень сильно ограничивает возможность для экспериментов, и все эксперименты идут на сегодня в две стороны, так скажем. То есть, если говорить про такие тяжелые игры, то это стратегии, которые учатся, ну, такие сложные стратегии, ну, достаточно сложные, по крайней мере, для мобилок, стратегии, которые учатся зарабатывать все больше и больше, чтобы лучше конкурировать за рекламный трафик. И там инноваций, к сожалению, не очень много. Ну, то есть, там такие инновации чисто бизнесовые и на уровне монетизации в значительной степени. А самая интересная вещь как раз происходит в инновациях, которые про виральность, как сделать игру, которая просто за счет каких-то своих качеств получит очень большую аудиторию. И это как раз, ну, достаточно новое направление. То есть, грубо говоря, если раньше можно было делать, там, классическое фэнтези, и ты, если сделал хорошую игру в классическом сеттинге, то у тебя масса возможностей донести, ну, как бы, эту информацию для игроков. И, соответственно, если им нравится такой класс игры, там, этот сеттинг, то они с удовольствием это играют. Сейчас просто такой возможности нет. То есть, тебе нужно придумать такой сеттинг, который сам по себе будет крайне необычен. И, ну, в частности, если мы через сеттинг это делаем, да, и привлекать игроков вот этой своей необычности. То есть, требования к первому впечатлению, они стали очень высокие, и это, как бы, достаточно новая тема для игровой индустрии. То есть, мы здесь ближе даже становимся к обычным сервисам, для которых набрать ядерную аудиторию является очень, как бы, важным и основным, на самом деле, фактором для существования. И вот игры на мобильном, на мобильной платформе, на мобильных платформах, они вот становятся уже ближе к таким интернет-сервисам, которым нужно каким-то образом, органически и вирально эту аудиторию собрать. И там будет много инноваций, очевидно, потому что, ну, другого способа поддерживать разнообразие на сегодня нет. А скажи, а модель переиздания старых игр, то есть, которые были 20 лет назад популярны, она работает сейчас или нет? Для мобильного рынка с адаптацией? Ну, кто-то делает, но реально там много денег, тяжело заработать, поэтому, ну, что-то можно, ну, в смысле, иногда это имеет физический смысл, но, конечно, это не является чем-то полезным для индустрии в целом, потому что индустрии должны двигаться вперед и эволюционировать, и жанры, и игры внутри жанров. И, собственно говоря, мобильный рынок, он этим и отличается тем, что в силу относительно небольших проектов, которые делаются, возможности для этой эволюции достаточно обширные, и с одной стороны, и с другой стороны скорость этой эволюции очень высокая. Что, кстати, изменило вообще подходы к разработке очень серьезно, потому что, если раньше ты должен был сделать проект, ну, как бы, от и до, выпустить его, и уже, ну, там, выпускать какие-то маленькие патчи или DLC, но это все уже скорее развитие заложенных идей, экстенсивные, то на сегодня запускать MVP, так называемый, ну, то есть использовать Agile, когда ты запускаешь MVP, то, что называется Minimum Viable Product, то есть такой самый, самую небольшую компоненту игры, но обладающую основными свойствами ее. А потом уже в соответствии с фидбэком, ну, соответственно, с обратной связью, которую ты получаешь от пользователей, ее улучшать, дорабатывать, модифицировать, и уже, там, только через какое-то время, там, через год, через два, вот MVP этого проекта становится настоящим проектом. Но все это время пользователи в него могут играть и давать свою обратную связь. И это, как бы, характерно стало, как для, там, мобильного рынка, социального рынка, так сейчас эта же идея приходит и на PC рынок, на основной тоже. То есть там за счет того, что скорость эволюции высокая, вот никакого другого способа, кроме, там, итерационных проб и ошибок, объективно говоря, не существует. И, опять же, раньше можно было упереться в какой-то жанр, и так как жанр сам по себе эволюционировал достаточно медленно, ты мог делать следующий проект три года и понимать, что, в принципе, рынок сильно за эти три года не изменится. Ну, там, произойдут какие-то мелкие изменения, но в целом ничего радикально не поменяется. На мобильном рынке, ну и вообще не только сейчас на мобильном, в целом темп изменений очень высокий, и поэтому ты не можешь так делать больше. То есть ты должен, если у тебя появилась идея, сразу ее запустить в каком-то минимальном варианте и проверить, что она рабочая, и дорабатывать уже на лету. Ну, на примере вот ваших нынешних сейчас мобильных игр, как вы применяете эти технологии, то, что вы анализируете по рынку? Ну, в частности, у нас, скажем так, целый ряд проектов двигался в эту сторону, но там и демиурги мобильные, которые мы запускали, и Defender, например, они, ну, скажем так, не до конца по фичам готовые выпускались, и в процессе уже там в течение года после выпуска дорабатывались и, собственно говоря, становились гораздо более, как бы, качественными и интересными, и там много фичей добавлялось, ошибки исправлялись, которые там были. Я не имею в виду баги, я имею в виду идейные ошибки дизайнерские. Так что, несмотря на то, что в нашем ДНК, как бы, как компании, этот подход в целом, то есть для нашего ДНК, этот подход не очень свойственный, но мы все равно активно движемся в эту сторону. И в PC-проектах, между прочим, тоже. Там, например, история с Блицкригом, третьим, когда у нас была гипотеза относительно того, что асинхронный мультиплеер на PC может быть, как бы, востребован. И, собственно говоря, Блицкриг 3 мы делали, исходя из этого предположения. Потому что, ну, на мобайле он там активно зажигает. Но запустив альфу, мы поняли, что это не так, что эта гипотеза не верна. И начали... Ну, то есть нам потребовалось какое-то время для понимания этого. И мы начали где-то год назад перерабатывать проект в синхрон. Асинхронный мультиплеер. И, собственно говоря, на сегодня заканчиваем эту работу. Что, кстати, вот вполне соответствует такому agile подходу, потому что у нас была гипотеза, мы ее выпустили, минимальную версию проекта, чтобы проверить. Поняли, что она неудачная. Скорректировали проект, то, что называется, пайватинг. И получили как бы сейчас подтверждение, что новые, как бы новые режимы, новый подход востребован гораздо лучше и больше. И, собственно говоря, уже вот с измененным курсом заканчиваем проект. Но у вас сейчас идет закрытое бета-тестирование с игроками или внутри команды вы тестируете? Мы находимся в Vali Access, так что, в принципе, кто угодно может принять участие. Да, мы, конечно, делаем это вместе с игроками, причем с игроками со всего мира, что очень важно, потому что это тоже достаточно стандартная ошибка, которую мы, кстати, в том числе отпускали. Идея о том, что ты можешь выпустить проект на одном из рынков, его там обкатать и допилить, и потом, когда он уже полностью готов выводить на другие рынки, она, на самом деле, эта гипотеза не верна тоже. Потому что требования на разных рынках разные, когда ты его дорабатываешь, на самом деле нужно учитывать мнение разных аудиторий людей, игроков из разных стран, потому что в противном случае ты как бы очень узко специализируешься под определенные аспекты, которые востребованы на каком-то, ну, относительно небольшом множестве рынков, там, предположим, да, и переработать ее под глобальное теперь становится очень трудно. Соответственно, так делать не надо, поэтому лучше сразу запускать проект на Worldwide, пусть там будет немного еще игроков, то есть не делая никакого маркетинга, ничего, там будет немного игроков, но зато с тех, кто есть, ты можешь собрать обратную связь со всех территорий и как бы дорабатывать игру уже исходя из потребностей глобального рынка, что очень помогает потом в дальнейшем запуске. А вот если бы ты делал Blitzkrieg только для российской аудитории, например, только для азиатской аудитории, в чем было бы основное различие в этих двух играх? Ну, если я делал бы Blitzkrieg для азиатской аудитории, я делал бы жестким фри-то-плеем, вернее, таким фри-то-плеем жесткой монетизации, потому что для Китая это, например, очень важно, и это хорошо. А для России? А для России я бы делал, ну, как бы, например, в основном российскую компанию, и там, например, немецкую и английскую, ну, в смысле, союзническую, мог бы и не делать, к примеру, и так далее. Я акцент бы сделал на события, которые происходили в Великой Отечественной войне, а не за Второй мировой. Но это были контентные бы различия, а по механикам, в принципе, было бы то же самое, да? Ну, если... Скажется так, Россия не очень сильно отличается по механикам от Запада, а Россия отличается по бизнес-модели от Запада. Поэтому механически я не думаю, что там были бы сильные отличия. Расскажи... С Востоком мы отличаемся сильно. Хотя, вроде как, мы где-то посередине, да? Ну, вот мы посередине, поэтому нам нужен западный контент с восточной бизнес-моделью. Это известная формула, поэтому здесь ничего нового не скажем. Расскажи немного про эксперименты ваши с VR-ом, то есть, что вы сейчас делаете в этом направлении, что вообще у вас происходит? У нас есть несколько VR-проектов уже запущенных, и мы продолжаем, собственно говоря, активно развиваться в эту сторону, но как бы тут сформулировать? Для нас VR это не самоцель. Для нас VR это инструмент. А цель у нас сделать игры со смыслом. И, собственно, мы стараемся принести чуть больше смысла чем другие и в обычной игре, которую мы делаем, но так как мы поняли, что эта тема вообще очень важная и нужная, то мы решили сделать достаточно радикальный шаг и запустить целое направление таких полезных игр. Ну, можно их назвать образовательными, хотя это немножко ругательное слово в наше время почему-то. Научно-популярные, я бы так сформулировал. Вот. И VR оказалась очень хорошей платформой для этого направления и они очень хорошо состыковались. Собственно говоря, я уже сказал, мы несколько игр выпустили типа InMind, InSella и получили очень хороший фидбэк и на стольных платформах и на мобильных, на мобильных кстати даже лучше. То есть на андроиде, мы вообще там в топ-5 VR приложений на андроиде. Это картбокс, да, у вас? Или какой бренд? Для картборда, да. Ну, то есть в принципе можно любой использовать держалку для телефона, можно пластиковую, можно картонную, но суть в том, что основная платформа это мобильные телефоны, да. И у нас ну ладно, я могу на эту тему немножко подробнее рассказать. То есть, короче, идея была такая, то есть люди тратят очень много времени проводят в играх и там с появлением онлайна это время очень сильно увеличилось. А как бы модели, с которыми они взаимодействуют, играя, как бы, да, они там на порядок сложнее не стали, а время выросло на порядок. Поэтому вот некая осмысленность и полезность игр, она уменьшилась в проценте на время потраченное. Поэтому мы хотели это вернуть. Но если посмотреть на тему образования и игр, то в основном образовательные игры, они весьма унылые и способны конкурировать только с еще более унылыми лекциями. Ну, потому что там процент, там 80% образовательного контента и 20% игры, в лучшем случае. И поэтому мы долго думали, как же это совместить, и решили, что надо делать ровно наоборот. Надо делать 80% игры и 20% такого научно-популярного контента. И, собственно говоря, это была некая гипотеза, которая, ну, как бы, не подтверждена была. Но мы вывыкстили, ну, то есть мы начали двигаться в эту сторону и поняли, что, да, как бы, людям осмысленность в играх нравится. То есть она их не отторгает, она, наоборот, добавляет интереса в проекте и это увлекает. Это увлекает, это воспринимается позитивно и прочее, прочее. То есть это не отторгает. И, собственно говоря, мы были очень рады, когда поняли, что это так. Ну, в принципе, есть проект типа Democracy 3, там, в общем, есть разные проекты, но так серьезно эту идею никто не сформулировал. И мы решили сами ее проверить. И проверили, поняли, что работает и теперь, как бы, активно разворачиваемся в эту сторону. А VR просто идеальная платформа для этого к нашему уровню погружения, который она обеспечивает. он не сравним ни с чем и те эмоции, которые человек испытывает в VR, они недостижимы никаким другим способом. И, соответственно, совмещая вот эти две вещи, мы получаем отличный контент. А вы замеряли как-то вообще, какая продолжительность сессии VR? То есть она сильно меньше, чем в обычной, например, мобильной игре или больше? Как вообще? Вообще, в целом, VR тоже разный бывает, соответственно, если брать мобильный VR, то на средней сессии, когда она длится больше 15 минут, становится дискомфортно. Ну, а в среднем, так скажем. То есть вот мобильная VR-игра должна быть 15 минут. Ну, там, за сессию условно. А если брать Oculus, ну, там уже 20-30 минут достаточно комфортно находиться. Если брать Vive, я в Vive могу часами сидеть. То есть меня, ну, как бы, я не чувствую никаких отрицательных ощущений. Нет. Но это, на самом деле, не совсем характерно. То есть у большинства людей все-таки есть чувство дискомфорт, но оно все равно появляется там через час. То есть за счет того, что вот этой разницы в том, что я в Oculus, если нахожусь и передвигаюсь в пространстве, сидя на стуле, как бы, да, то у меня вестибулярка все-таки, она не до конца понимает, что происходит. А в Vive ты же сам передвигаешься по комнате, ходишь, и поэтому вестибулярка находится прям в полном соответствии с тем, что ты видишь. и за счет этого и уровень погружения на порядок выше, и соответственно чувство дискомфорта гораздо меньше. Сергей, ты пробовал PlayStation VR? Пробовал, но вот у нас нет девайса. Я так на выставках пробовал, он клевый, тоже вопросов нет. А вот по шкале от мобильного VR и до HTC Vive где бы ты его поставил? Ну, он где-то на уровне Oculus. Ну, за счет аж контрола есть, может быть, чуть получше. Но Vive круче. А если Oculus выйдут контроллеры, то получается Oculus будет лучше? Потому что так, в принципе, по экрану наверное Oculus посильнее будет, чем PSVR. Да, но да, я согласен. Но надо понимать, что помимо того, что там будут контроллы, то есть Vive отличается тем, что у тебя еще есть эти микракрасные датчики, которые у тебя по позиционированию как бы трекают в пространстве. И ты можешь ходить по комнате, что ни Oculus, ни PlayStation не позволяет. И это принципиальная, она прям очень принципиальная разница. Ну, на самом деле вот этот очень прикольный момент, когда ты, короче, Vive выпустил ролик, где там какой-то парень поймал контроллер Vive. Я такой, а что, так работает? Это можно? И, соответственно, я одел шлем, начали бросать контроллер. Я его пять раз из пяти поймал. Я понял, что будущее наступило. То есть, все, я могу ловить реальный предмет, видя его в шлеме в виртуальную копию. рукой сто процентов. Да, нам, кстати, рассказывал один из наших предыдущих собеседников про то, что в VR, в этом Vive, как раз, когда надо положить контроллер, люди бросали реальный контроллер на стол, поэтому они ремешки уже привязывают. Ну да, они в VR видели какой-то реальный предмет, а сами расслабляли руку и бросили. Ну да, ремешки там давно есть, с самого начала. то, что контроллер можешь ловить, ты его прям видишь. то есть, ты такой, знаешь, можешь одеть шлем, такой, забыл контроллер, где у меня контроллер такой, где? О, вот, лежит такой, раз, взял его. Не снимай шлем. Ну да, это круто. Хорошо, Сергей, слушай, а вот еще вопрос, вы сейчас занимаетесь больше VR-играми под PC или под мобилки? И туда, и туда, я большой сторонник того, что на первом этапе мобилки победят, потому что у них на столбе банально сильно выше будет. То есть, на сегодня уже продано больше 100 миллионов картбортов, в то время как таких доступных девайсов, там сотни тысяч, и это, ну, принципиальная разница. И с точки зрения массовости, конечно, мобильный VR победит, ну, по крайней мере, на год-на два. А дальше будет видно. То есть, на самом деле, сейчас очень сильно его сдерживает то, что он нативно не поддерживается операционной системой, то, что нет нормальных держалок для телефонов и прочее, прочее. Но вот Daydream выходит, и, соответственно, они эту проблему решают. Там и нативная поддержка в Андроиде, VR-режимы появляются, да, и контроллер появляется, и, как бы, держалка появляется нормальная. В общем, основные блокеры на пути, как бы, популярности мобильного VR-а, Daydream снимает. И, кстати, микротранзакции появляются, что тоже очень важно, потому что сейчас, чтобы заплатить, почему у нас все приложения, ну, это одна из причин, в частности, по крайней мере, почему у нас все абсолютно бесплатно в VR-е, потому что, ну, нет способа заплатить нормального. И Daydream как раз его делает, то есть, ты можешь, если что-то понравилось, оплатить приложение, приложение, или в приложении, не снимая шлема, ну, сейчас надо снять шлем, достать тот телефон, нажать ОК, вставить обратно и продолжить. Ну, в общем, короче, очень неудобно. И, соответственно, эту проблему они решили. И, как следствие, наконец-то, разработчики начнут зарабатывать на этом какие-то разумные деньги, ну, хотя бы сотни тысяч долларов, как бы, да, и таким образом отбивать проекты и, соответственно, делать их больше, лучше, качественно. Пока это серьезный, интересующий фактор. А какие-то цифры, скажи, есть вообще по скачанию VR, именно по игровому направлению? Понятно, что пором все с ним ясно, что с играми вообще? Ну, я так прямо сходу точных цифр не знаю. Нет, ну, скажи так, я могу по нашим проектам сказать. У нас на мобильном VR больше миллиона копий проинсталлированы. Ну, на обеих платформах. Это iOS, Android. Это на самом деле для чистой VR-приложения это много. Это вообще приличное количество даже для простой мобильной игры. Значит, цифры на десктопном VR это десятки тысяч копий. Ну, там, я не помню, ну, до ста. Ну, то есть, там на порядок больше, чем на порядок отличается, больше, чем 10 раз. Вот это по нашим проектам. Из-за других, как бы, у меня не так много информации, поэтому сложнее. Я, на самом деле, гораздо более сторонник AR, чем VR. Просто AR еще, как бы, не дозрел. Ему еще надо несколько лет, как минимум. Сегодня Цеперберг заявлял, что AR нужно еще 10 лет, чтобы достичь того состояния, которое есть у VR. Я вот не верю, думаю, что это будет быстрее. Думаю, что год за три он как бы, ну, три-пять лет, я думаю, нужно. Но уже то, что есть сегодня, уже очень круто, потому что, я не знаю, пробовал ли HoloLens или нет, но это прям очень девайс, который прям демонстрирует, что можно делать в AR. Он, конечно, очень сильно недоделан, недоработанный, очень узкий филдовью. он тяжелый. Он тяжелый. Там филдовью вроде, да? Ну да, там, ну, у тебя такой, есть персонаж, и есть туда место, в котором он должен добежать. И одновременно ты не можешь видеть то и другое. Либо смотришь на персонажа, либо смотришь на площадку, куда он сейчас перемещается. И, в общем, это, конечно, очень сильно подрывает юзабилити, но это только первая версия, и у Майкрософта, как всегда, что-то прилично будет к третьей. Вот, так что еще буквально несколько, ну, я думаю, что на раз в полтора-два года будет выпускать очередную версию, потому что это явно для него важное направление. И, соответственно, я думаю, что буквально там через три года, три-четыре, тот же HoloLens станет очень прикольным устройством, потому что задел у него реально очень классным. И вот это как раз начнет очень сильно менять мир. Мы себе даже слабо представляем, как. То есть, мы пока слабо представляем, что в VR это делать. То есть, грубо говоря, все те мысли, которые были про VR два года назад, ну, или год назад даже, о том, что делать в VR на сегодня все развернулись в точность, ну, перпендикулярно, условно говоря. Все раньше всем казалось. То есть, инстинктивно кажется, что в VR тебе нужно делать всякие шутеры, в общем, все то, что от первого лица. Но выяснилось, что когда ты делаешь все это от первого лица, тебе тошнит, и поэтому круто делать от третьего, например. Потому что, ну, ускорение человек, то есть, если сидишь на стуле, картинка движется с ускорением, ну, у тебя мозг считает, что у тебя интоксикация, ну, и со всеми текающими последствиями. Ну, да, motion sickness прозвали такое. Да, да. Вот. А когда ты, ну, как бы, топ-даун, например, смотришь, то у тебя таких ощущений нет, и это все гораздо комфортнее, и это, как бы, не очень такая очевидная мысль, что не надо FPS делать в VR. И с AR еще хуже ситуация, там вообще пока никто не понимает, что делать. Но AR позволяет как раз, вот на примере Pokemon Go было это видно, что он позволяет людям покидать как бы привычный environment, выходить на улицу и одновременно какой-то более спортивной активностью заниматься, ну, скажем так, по крайней мере, сидением на пятой точке, а куда-то ходить, что-то делать, взаимодействовать с окружением, дышать свежим воздухом, ну, в общем, ну, в общем, короче, в целом, гораздо более здоровый образ жизни и игры иметь, чем просто сидеть у дивана, в то время, как качество геймплеев, которые AR может, как бы, давать, он не хуже, а может, и лучше, чем VR, и при этом в гораздо более таком здоровом окружении. и, ну, то есть, мы там, я не знаю, во дворе в футбол играли, а на самом деле на той же площадке там через, я не знаю, 5-10 лет дети в Хололензе могут в Старкрафт играть на этом же футбольном поле, бегая по этому полю и управляя юнгами, или в Доту он там, или что-нибудь в этом духе. То есть, ничто этому не противоречит, и в целом для всех и для родителей, для детей это гораздо более полезное времяпровождение автоматически становится. А при этом сохраняя эту глубину, которая есть у проектов игровых на сегодня. То есть, мы в существующих проектах имеем очень высокую степень погружения, но они не очень здоровые, а вот как бы, можно это совместить и будет вообще очень круто. Сергей, а ты следишь за какими-нибудь другими очками, помимо HoloLens, допустим, MetaGlassets, у которых фига у полная вообще на всю полоскость очков. Да, Meta2 имеет шанс тоже хороший, посмотрим, но она слабенькая с точки зрения перформанса пока. То есть, она тормозит на самом деле. У Microsoft офигенная технология распознавания окружения трехмерного. и это на самом деле, у них там социальный чип за это отвечает, и это, я считаю, вообще основной компонент Lorenzo. И вот его нет в Meta2. То есть, грубо говоря, он знает, что вот здесь полная стена, и именно разламывая эту стену, из нее вылазит какой-то конкретный монстр. И вот это очень круто. Прям очень. соответственно, в Meta туда еще работать и работать в эту сторону. Но помимо этого еще Magic Leap, который вот скоро обещал показать, сделать демонстрацию, как он работает, потому что очень много разговоров никто до конца не понимает, но и при этом дополненные объекты будут неотличимы от реальных, потому что они, собственно говоря, на оптических принципах построены. Они не достраивают изображение одно. В общем, короче, там оптический процессор, и он может формировать картинку гораздо менее отличимую от реальности. Ну, это совсем интересно. Только, ну, полтора миллиарда туда закачали, а результатов пока никто не видел. Но не думаю, что у Google с Alibaba идиоты и там будут палить полтора миллиарда просто так. Да, очень интересно, что все эти трое очков на разных технологиях работают, и непонятно пока какая будет в финале. Но с точки зрения контента это не так принципиально. То есть, в принципе, теоретически один и тот же контент может выйти на всех трех платформах. Да, я не вижу причин, почему нет. Ну, контролы немножко другие, но в целом более-менее да. Причем AR, в отличие от VR, он не ограничен там, я не знаю, игровыми или образовательными приложениями. Он вполне жизнеспособен для промышленного производства, для, там, я не знаю, науки, каких-то технологических процессов, там, симуляторов и прочее, прочее. то есть, широта применения AR в разы выше, широта гораздо больше и объем рынка там, ну, по последним оценкам что-то в 5 раз больше. И я, на самом деле, обычно я очень скептически отношусь ко всяким этим аналитикам про будущее, но в данном случае я как раз склонен верить в то, что эти цифры справедливые. Ну, в общем, в итоге ты думаешь, что в ближайшие несколько лет AR будет все больше набрать популярность по сравнению с AR-ом? Не совсем. Я думаю, что в ближайшие год-два это основная популярность мобильный VR, дальше будет видно, кто там быстрее сэволюционирует, потом, скорее всего, будет wireless десктопный, то есть, ну, отвязаться от проводов очень важная задача, они сейчас решаются активно, и у тебя будет качественный десктопный VR, а потом уже, еще через несколько лет эстафету подхватит AR, который, очевидно, тоже уже будет wireless, и у тебя все считается в шлеме прямо, что, кстати, очень круто. Ну, и, наверное, мобильные телефоны, скорее всего, умрут, в связи с этим, потому что тебе не нужен будет просто мобильный, у тебя будет все в процессоре очков или где-то еще. Ну, я не сторонник таких апокалиптических прогнозов, я считаю, что это очень классное устройство, и оно, как бы, еще долго будет существовать, вопрос в том, кто будет главным, да, то есть, вот у тебя шлем станет главным, или телефон останется. Ну, вот сейчас уже главное устройство у большинства это все-таки телефон. Это не диспортный компьютер, хотя еще там пять лет назад или десять было не так. То есть, десять лет назад, ну, вообще не было смартфонов еще, только-то появились. Я имею в виду в современном понимании, понятно, что там всякие палмы были давно, но основным информационным устройством у тебя была либо консоль, либо PC, ну, компьютер. А вот на сегодня основное информационное устройство это телефон. Вот может случиться то же самое, что там через десять лет основное устройство у тебя информационный будет там и аршлем, но телефон могут остаться и PC может остаться и консоли могут остаться. Ну, не в том понимании, как мы себе сейчас их представляем, конечно, я думаю, будут небольшие коробки со стримингом, но тем не менее. Ну, хорошо, давай тогда уже перейдем к нейросетям. Ну, расскажи просто, чтобы, что-то, ну, как развивается нейросеть и как происходят вот эти механизмы обучения. Насколько я понимаю, сейчас у нас произошло несколько вещей, в частности, у нас вышла нейро, как называется, Яндекс, который запустил музыкальный подлетовый сервис, да, который стал писать стихи, похожие на летовый. и Google запускал. Google сейчас говорит, что он не понимает, как работает его система SEO-оптимизации, потому что это черный ящик, куда загрузили некие данные, и он не понимает, как он выдает сайты и все остальное, и фактически сейчас крупные сети, да, то есть они уже сами определяют, что правильно, а что неправильно. Ну, это как раз одна из основных проблем, потому что, ну, собственно говоря, мы все так или иначе делаем факторный анализ, как бы, да, обрабатывая информацию, ну, собственно говоря, и люди, и нейросети, то есть мы вычленяем какие-то паттерны и корреляции и смотрим, ну, какие-то причинно-следственные связи, да, и человек, сформулировав причинно-следственные связи, ну, на сознательном уровне, у нас там куча на подсознательном уровне работает, да, в амигдале и в рептильном мозге, то, что называется, мы там не можем сформулировать, то есть мы что-то захотели, и не всегда понимаем, почему мы захотели, это ровно ситуация нейросети, на самом деле, а, ну, в рациональном поле, по крайней мере, мы можем объяснить, почему мы приняли то или иное решение, вот, к сожалению, нейросети спросить и выяснить, почему она так решила, на сегодня особо способов нет, ну, там можно долго в ней коваряться, смотреть на веса, но, тем не менее, эта картина мира все равно может не показать, и это, кстати, очень серьезный сдерживающий фактор, потому что, ну, вот, например, если у тебя есть алгоритмический поиск в гугле, то, если пошли какие-то косяки, ну, у тебя все равно есть бизнес-задача, у тебя все равно есть какой-то бизнес-вэлю, который ты должен своим сервисом обеспечивать, если ты видишь, что у тебя, как бы, результат отличается от того, что ты хотел, то ты можешь там понять, где у тебя ошибка в алгоритме и его поправить, с нейросети вот этот номер не пройдет, потому что, если ты видишь, что результаты начали отличаться, ты не понимаешь, на самом деле, что произошло, почему это так, и даже не понимаешь, правильно ли это или нет, может быть, нейросеть права, или надо переобучить сейчас, и так далее. в целом, смотри, давай так, в целом, что дадут нейросети в играх? Я попробую на этот вопрос скорее ответить. На самом деле, это будет очень драматическое изменение. Я вообще считаю, что есть три технологии, которые радикально изменят наш мир через 10 лет. И первая, это как раз нейросеть, второй блокчейн, и третья, это ERVR. Блокчейн – это криптовалюта? Криптовалюта – это одна из функций блокчейна, это как бы disruption финансовых рынков, но еще есть и смарт-контракт, который, по сути, может быть disruption юридической системы, которая у нас есть в мире. По типу эфира? Ну, эфириум, в частности, да. То есть Эверлорд в данном случае приобретает второй смысл. Ну, неважно, ладно. Ну, смарт-контракт, в принципе, в битконе был, только он очень слабый был, а, собственно говоря, эфириум сделал виртуальную машину. И это его принципиальное отличие. И там из-за этого есть целый ряд ксеков, собственно говоря, у них там форк был недавно. Ну, еще ладно, я не буду вдаваться деталям. Суть следующая, что и то, и другое позволяет децентрализовать существующие централизованные системы, тем образом, составившим существенную конкуренцию в целом ряде как бы применений. И это, конечно, не везде будет применимо, но в огромном количестве областей они будут за счет этого гораздо более эффективны. И там еще посмотрим, как наш мир будет на это реагировать, потому что все наши, грубо говоря, государства под это ну ни разу не заточены. А под децентрализованную систему, децентрализованную обработку информации, контроль за ней и прочее, все продолжают хотеть контроль. Ну ладно, вернемся сначала к игровой индустрии. Собственно говоря, нейросети, я считаю, что это самая главная технология, которая будет влиять на наш мир на протяжении ближайших 10 лет точно и возможно вплоть до точки сингулярности, когда ее там ожидают лет через 30-40. Ну в общем, там есть разные прогнозы, но вполне вероятно, что это вообще основной драйвер изменений в нашем мире будет, вплоть до... Ну то есть и с одной стороны он как бы может радикально нашу жизнь улучшить, с другой стороны потенциально обладает газетинциальной угрозой для вообще рода человеческого. Но как бы над тем тоже можно много разговаривать, отдельная немножко тема. Про игры. Логично предположить, что самое простое, что мы можем сделать с искусственным интеллектом, это взять тот ИИ, который у нас есть на сегодня алгоритмический и приделать к нему нейросетевую штуку. Мы, кстати, эти эксперименты делаем сейчас. Уже даже часть закончили в тех играх, которые у нас есть. Они будут сейчас ничего анонсировать на всякий случай, но мы достаточно плотно этим вопросом занимаемся, поэтому я более-менее не могу на эту тему говорить. И это очень понятная вещь, то есть, грубо говоря, существующий искусственный интеллект создан для того, чтобы красиво отдаваться игроку, но делает он это алгоритмически, и поэтому наша нейросетка, которая в нашей голове как-то, она очень быстро видит эти паттерны, и, соответственно, достаточно быстро обучается, как это все обманывать, и поэтому играть с существующим алгоритмическим искусственным интеллектом нам не очень интересно, потому что мы достаточно быстро видим, как его переиграть. когда он станет нейросетевым, то, да, и поэтому, кстати, нам интересен мультиплеер, потому что в мультиплеере там другой человеческий мозг с той стороны, который очень малопредсказуемый и постоянно что-то новое генерит, таким образом создавая нам ситуации, в которых мы сами можем обучаться чему-то новому, впрочем, у нас что-то использовано, какая-то техника, условно говоря, которой мы не владеем, а можем этому научиться, а, собственно говоря, процесс обучения является интересным основным. Так вот, если мы заменяем алгоритмический на нейросетевой, то в этом случае наша синглплеерная компания, она становится такая же интересная, как мультиплеерный матч, только при этом еще контекст, в котором это происходит, он гораздо более разнообразный, потому что если сейчас мультиплеерные сражения, ну, то есть, условно говоря, есть популярные режимы, есть популярные карты, и все более-менее в них играют, как бы, да, и это за счет очень высокой реплеабилити и того, что там игроки живые, мне это интересно, но мы можем на самом деле лучшие черты сингла и мультиплеера в этом случае при наличии нейросетевого ИИ мы можем их совместить. То есть, с одной стороны, у нас будет очень высокая реплеабилити и такая непредсказуемость взаимодействия как в мультиплеере, но при этом еще постоянно меняющийся контекст как в сингле. И это как бы убийственное сочетание, то есть там качество геймплея может вырасти очень сильно и причем вот эта часть для ряда жанров уже достижима для ряда жанров лежит на горизонте нескольких лет. Меня удивляет, что на эту тему никто не говорит, потому что наши эксперименты показывают, что эмоции, которые ты испытываешь, они вообще другого уровня. Но это только первый шаг. Очевидно. Следующий шаг, он гораздо интереснее. Вы тут вообще? Да, да, да. Мы тебя слушаем прям вообще. Следующий шаг интереснее. Он такой, а если у меня задача искусственного интеллекта красиво отдаваться, как бы, да, то почему бы мне не сделать так, чтобы он не только управлял противником, с которым я взаимодействую, или там сторонником, вместе с которым я в каопе играю, но и контекстом, который меняется, тоже. В этом случае получается очень интересная ситуация, что игра на самом деле становится именно такой, какой я максимально хочу играть, именно такой, в которую я максимально хочу играть. То есть, иными словами, если мне нравится данный тип конфликтов или там каких-то драматических ситуаций, искусственный интеллект будет пытаться как бы создавать эти ситуации и подтягивать их мне гораздо больше. таким образом, не просто, вот как в РПГ, да, у нас есть много квестов, и мы можем пойти сюда, туда, туда, а эти квесты как бы будут генериться, причем на таком уровне, на котором мы не отличим их от созданными людьми. И будут генериться именно те квесты, на которых у меня эмоциональная отдача максимальная. Таким образом, каждый из нас будет играть в игру, которую в реальном времени искусственный интеллект для него создает. С индивидуальной игрой получается. Получится индивидуальные игры, причем не просто индивидуальные, а постоянно затачиваемые в процессе игры под каждого конкретного игрока. При этом и противники, и как бы союзники, они тоже будут управляться искусственным интеллектом. То есть у меня практически строится очень близко к существующей модели мира, в котором еще и контекстом искусственный интеллект управления. То есть это объединяет вообще все преимущества и сингла, и мультиплеера, и еще как бы создание контента одновременно. Воедино. А вот вопрос такой возник. А как искусственный интеллект может понять, чего хочет игрок? То есть он будет предлагать какие-то тесты, допустим, что ему нравилось до этого и на основе того, что нравилось игрокам? Ну, слушай, он как-нибудь по каким-нибудь реакциям, условно говоря, он сам найдет эти корреляции, он сам вычленит эти факторы, по которым будет определять, что тебе нравится вот именно вот это. Не знаю, по частоте кликов, по скоростью перемещения камеры или еще что-то. Мы сейчас не знаем, что он вычленит в качестве этих факторов. Но если эту нейросеть таким образом обучать, то есть, грубо говоря, если мы сделаем хотя бы с десяток шаблонов, ну, или там, я не знаю, мы создадим некий конструктор, которым может, которым нейросеть может немножко управлять, как бы, да, и как бы обратную связь ей дадим, то, ну, в принципе, это то, как мы игры и делаем, только мы делаем ее нашим мозгом, естественной нейросетью. А там будет то же самое, только искусственная. Ну, есть еще шапочки эти с нейроинтерфейсами, там же вообще все хорошо становится сразу, и причем их, кстати, позволю заметить, с шлемами уже виртуальной реальности совмещают. Поэтому, в принципе, ты можешь по через нейроинтерфейс понимать и уровень концентрации, и массу других вещей, и понимать, насколько ты возбужден в данной конкретной ситуации, насколько она тебя эмоционально как бы торкает. А вы же проводили эксперименты, да, когда вы делали Allod of Online, вы как раз замеряли реакции игроков на различные ситуации. Как вообще у вас это использует? На самом деле, ну, как бы, это старый инструмент, давно применяется, другое дело, что он не автоматизированный, ну, то есть, ты, грубо говоря, собираешь группу, делаешь количество исследований, качественные исследования, потом каким-то образом интерпретируешь результаты и думаешь, как изменить игру. А здесь этот процесс становится самообучающим, полностью автоматизированным, и чем больше у нас игроков, тем лучше он работает. То есть, игры будут фактически становиться крутыми через год после выхода, ну, условно говоря, то есть, когда он соберет большую бигдату всех основных игроков, которые стартовали, через год это будет уже совершенный продукт. Так получается? Ну, типа того, да. Да, это очень круто, это удлиняет жизнь игр фактически. Тут еще есть один аспект, что на самом деле игры-то должны нас развивать, но это мы переходим к тому, с чем мы начинали, как-то, да? И, в принципе, если мы будем закладывать некий образовательный компонент в эту историю, ну, игры, опять же, были полезными, то как раз определять уровень нового, новой информации, вот этой образовательной, которую тебе нужно сейчас дать, искусственный интеллект тоже может. И это, собственно говоря, одна из областей, в которых мы ведем некие исследования. Сейчас объясню. У нас есть наука-педагогика, которой там много десятков, если не сотен лет, как бы, да, и там очень много принципов придумано людьми. Но если эти же принципы загрузить в нейросеть, то на самом деле вполне возможно, она придумает гораздо более эффективные способы, которые мы даже не будем понимать. Но качество подачи информации, скорость обучения и качество обучения будет на порядок выше, при том, что мы еще при том, что мы это еще все автоматизируем и к играм присобачиваем, чтобы мотивацию поднять. Потому что на самом деле именно отсутствие мотивации учиться на сегодня один из сдерживающих факторов. Поэтому здесь очень большой простор для деятельности, что, ну, как, я не знаю, в Стартреке, да, там, дети учатся в виртуальной реальности, им это нравится. Вот, на самом деле, это... Нейросеть сможет это предложить. Да, нейросеть сможет это предложить. Ну, мы это и так можем предложить, но нейросеть это сделает еще лучше. На порядок. А скажи... Здесь очень простая аналогия. Вот еще там, я не знаю, два-три, ну, три, скорее, года назад там распознавание образов, речи были такие сложные дисциплины, которыми там огромные коллективы, тратя миллиарды долларов, как бы, занимались напряжение десятилетий, как бы. И потом пришел диплёнинг и, собственно говоря, качество распознавания за несколько лет, то есть буквально за пару лет небольшими командами, которые ничего не понимали в распознавании изображений, но очень хорошо понимали про нейросети, они за пару лет догоняли все эти коллективы с десятилетним опытом, а еще за пару лет там повышали точность распознавания в разы или на порядке. И это вот примеры, которые у нас перед глазами, то, что происходит прямо сейчас, и я думаю, с педагогикой, в частности, произойдет ровно то же самое. Впрочем, и с игровой индустрией позволю себе заметить. То есть, грубо говоря, начиная с простых вещей, типа текстурный художник, как бы, да, вот тема текстурного художника, я думаю, через несколько лет начнет резко сокращаться. То есть, концептчики будут нужны, ты должен придумать дизайн, персонажку, характер, а дальше текстура, ты такой, говоришь, слушай, ну вот, мне здесь приблизительно вот так, вот в стиле вот той игры, такой, чпингс, а у тебя текстура. Ну, это снизит расходы на разработку, получается, да, то есть, фактически... расход на разработку, а дальше потом еще... То есть, это как раз нейросеть, которая очень специализированная, которая может находиться под контролем нейросети, которую, собственно говоря, и контент в нейросеть. А как ты думаешь, например, тот же Facebook, он же, наверное, работает в направлении нейросети, не получится ли, что он через какой-то момент просто сожрет вообще весь рынок? В принципе, тот, кто первый это начнет делать, он получит огромное преимущество, и не зря Google туда идет огромными семимильными шагами, и очень давно уже позволил себе заменить. Facebook тоже разворачивается, но у них заделок гораздо меньше, чем у Google, поэтому, я думаю, что Google здесь опередит. Ну, вот как раз таки недавно вам анонсировали собственно помощник Google, который распознает из контекста речи какие-то запросы, я думаю, что это вот как раз работает с этими нейросетями, да? Да, конечно. Тут надо понимать, что мы на самом деле немножко недооцениваем масштаб катастрофы, который нас ждет, то есть мы такие типа окей, уберизация, диджитализация, ну типа водители останутся без работы, ну мы такие типа хипстеры и все такие, ну окей, водители без работы, ну ничего страшного, как-то, да. Ну будем им базовый доход какой-то платить, безусловный. Ну это я сейчас как бы хороший сценарий. Вот. И типа, ну и пусть наслаждаются жизнью, там в игры играют часто. как-то, да? Вот. А может быть гораздо все драматичнее, может так случиться, что там 90% или 99% творческих профессий нейросети на себя возьмут. И в принципе пока нет понимания, почему это не случится. Это точно так же может случиться. Дальше вопрос у нас там еще, то есть грубо говоря, если нейросети получают такой большой контроль над, ну собственно говоря, миром, который они строят вокруг людей, то появится у них сознание, что оно будет делать в этом случае. А и там куча страшилок про Скайнет, как бы из этого автоматически следует. Там на самом деле с людьми не надо будет воевать. Там как бы будут гораздо более простые способы сделать... Выпустить покемонов, например. Ну да, они будут бегать куда-то скажешь. Нет никаких проблем. Вот. Поэтому вот эти риски, они как раз на мой взгляд, гораздо более понятные и близкие. И при этом на самом деле, когда люди об этом начинают говорить, почему-то базовая реакция у всех типа давайте все ограничено. Давайте возьмем все под контроль. Давайте сделаем кнопку, чтобы мы могли на нее нажать и все выключить. Но это ошибка на самом деле. Ну в моей картине мира, по крайней мере. Потому что вы создаете сущность, которая гораздо быстрее эволюционирует, чем вы сами. И поэтому попытка ее ограничить бессмысленно ровно по той причине, что получить контроль над гораздо более быстрой эволюционирующей сущностью невозможно. Она выйдет из-под контроля тем или иным способом. Однако если вы будете пытаться контролировать и создавать для нее экзистенциальные кризисы, то есть я тебя вырублю, то первое, что она начнет оптимизировать этот способ, чтобы ее не вырубили. И вместо того, чтобы строить симбиотические взаимоотношения, мы начнем строить конфликтные. И скорее всего мы в этих конфликтных отношениях не победим. Это даже если там сознание не появится. Эта ситуация вполне может возникнуть. Соответственно, главная задача, которая перед нами стоит, и главная задача в частности, которая стоит... Ну, давай так, сначала про главную задачу. Это научиться, собственно говоря, выстраивать симбиотические взаимоотношения с искусственным интеллектом. Во всех его проявлениях, в очень простых задачах, которые у нас есть сейчас, с гораздо более сложными задачами, которые у нас появятся в будущем. Нам нужно выработать этот этический базис и научиться в этом базисе существовать как цивилизация. Возможно... Ну, ладно, я сейчас совсем скайфаю тут, но... Я уже немножко сумасшедшим буду выглядеть. Ну, короче, я боюсь, что нам потребуется кибергизация, как бы, да? Потому что нам нужно начать... Чтобы у нас был симбиоз, нам нужно эволюционировать с той же скоростью, с которой эволюционирует искусственный интеллект. А для этого он внутри нас должен тоже присутствовать, потому что иначе мы его никаким образом не догоним. Таким образом, по большому счету, самый оптимальный способ симбиоза это встраивать искусственную нейросеть в нашу естественную нейросеть и двигаться вместе вперед как бы пусть и с легким чувством шизофрении, но по крайней мере без конфликта в материальном мире, так скажем. Дальше там еще целый ряд вопросов, а что же произойдет, когда та сеть искусственная станет совсем мощной, а наша на этом фоне будет уже очень незначительной, и что будет, если люди начнут умирать от старости, которые как бы которые уже были интегрированы с искусственными нейросетями, и стоит ли колонизировать планеты людьми в биологических оболочках или вот этими уже обученными искусственными нейросетями, которые на самом деле де-факто будут являться олицетворением сущности или сознания того человека, от которого вы их отщепили, короче, там очень много интересных вопросов возникает, это прям тема для игры потенциальной, можно прям делать сеттинг прям офигенный. Да, какой-нибудь крутой sky-fi можно было бы замутить. И причем это не просто какая-то придуманная фигня, а это прям естественное продолжение тех тенденций, которые есть. Скажем так, я лучше пока решений не придумал из того, что для тех как бы ситуаций и проблем и кейсов, вопросов, которые перед нами будут возникать. Так вот, в частности, задачи игровой индустрии я в принципе накрипал полтора года назад эту идею уже пытался формулировать. За это время она бы повзрослела и выкристаллизовалась. То есть задача как раз игровой индустрии на мой взгляд и формировать вот эти модели нашего взаимодействия с искусственным интеллектом и учить людей это делать в симбиотических кооперационных моделях, как нам делать этот мир лучше вместе с искусственным интеллектом. Ну да, тогда у искусственного интеллекта просто не возникнет каких-то негативных или отрицательных задач. Да. Но сам как ты думаешь, наше будущее будет светлое в соединении с искусственным интеллектом или нас ждет Blade Runner? Ну Blade Runner у нас точно нет, я считаю, что у нас либо будет светлое будущее в симбиозе с искусственным интеллектом, либо очень быстрый конец. В основном каких-то нежурочных состояниях, я думаю, не будет. Ну, в принципе, наверное, да. А ты читал книгу, которая у нас в русском переводе называется Сфера, а так называется Сёркл? Да, читал. А как ты читаешь вообще, ну, то есть, имеет право вот такая идея на... То есть, ну, они предсказывают на основе реальных вещей, которые происходят в мире, да, то есть, или это просто фантастика? Нет, конечно, не просто фантастика, там очень много ошибок, на мой взгляд, ну, там есть ошибки, я сейчас уже не помню, не воспроизвожу, но когда я читал, я прям видел, вот здесь неправильно, вот здесь неправильно, вот здесь неправильно, и из-за этого, ну, как бы, такая книжка и получилась. На мой взгляд, все будет гораздо драматичнее, потому что, ну, в частности, искусственный интеллект они очень сильно недооценят. А вот... Они в основном базируются на идее там высокой социализации, как бы, да, ну, то есть, в принципе, книжка старая-то, ей сколько, лет пять, наверное, то есть тогда, да, вот тогда именно эти идеи как бы, как раз и были основными, но сейчас уже другие. Кстати, возможно, через пять лет они будут третьи, то есть, поэтому мы тут видим картину мира на 30 лет вперед, исходя от наших текущих представлений о том, что мы знаем, да, ну, исходя из текущих знаний. Возможно, через пять лет они драматически изменятся, все будут ржать над тем, что я говорил. Ну, такой вариант тоже возможен. Я, в принципе, ни разу его не исключаю, скорее всего, более вероятный даже. Но, тем не менее. В своих рассуждениях ты как-то совсем не затронул тему использования нейросети военными, потому что все высокие технологии, они в первую очередь туда идут. Это очень интересная тема. Короче, у нас нет способа остановить военных от использования нейросетей. И, конечно же, нейросети военными будут использоваться для вполне конкретных задач. Поэтому, единственный способ нам с этим бороться, это создавать свои гражданские нейросети, которые, на самом деле, круче, чем военные. Для того, чтобы при необходимости как-то альтернативные модели предлагать взаимодействие, чем просто секир-башка. Поэтому, в некотором смысле, это гонка. Мы в теории отстаем, потому что, если то, что говорит Сноуден про эшелон, который за нисколько уже восемь лет существует, то, наверное, они уже достигли того больше, чем мы-то разговариваем об этом, а это уже, скорее всего, существует. Да, эшелон, палантир, да, я в курсе, что там происходит, но не думаю. Потому что, все равно эти вещи пока еще делают люди. И люди, несмотря на то, что в военных эрондицентрах люди весьма специфические, у них все равно есть дети или внуки. И они все равно хотят, чтобы эти дети жили в каком-то мире более-менее нормальном. И это все равно еще очень серьезный сдерживающий фактор. То есть, грубо говоря, почему ты не можешь сделать очень высокую степень конспироси, как-то, да, как это по-русски приводят. За заговора. Заговор. Ну, то есть, очень глубокий заговор, ты не можешь делать, потому что там все в людей упирается. Там со временем может нейросети появиться, правда. Но пока это не так, еще, слава богу. Короче, когда появятся нейросети, которые плетут заговоры, вот тут надо задуматься. и в принципе Палантир очень близко к этому подходит. Там, кстати, уже появляется какая-то статистика, что я не знаю, слухи это или это факты, вот поэтому источник такой сомнительный, но тем не менее, в принципе, похоже на правду, возможно, что ну, Палантир уже выдавал таргеты террористические, часть из них были невалидные, это были нормальные гражданские люди, которые как бы были уничтожены. А это, по сути, говорит о том, что у нас не просто для каких-то задач распознавания, а для задач цели полагания начинают использоваться нейросети. Тем более, дроны, да? Не совсем нейросети, это там бигдата, но тем не менее. Ну да, очень какое-то печальное будущее нарисовали. Ну да, печальное будущее, если все попадет в руки. оно не печальное, просто надо поднимать свою попу со стула и как бы рисовать свою картинку этого будущего и делать то, что в твоих силах, чтобы ее приблизить. Это та причина, собственно говоря, по которой мы образовательным вяром заменились. Сколько можно думать на эту тему? Надо же брать и делать. Ну, как бы вот каждый, кто что может, берет и делает, чтобы делать этот мир лучше. Потому что деньги все равно через 10 лет в нашем текущем понимании потеряют свой смысл. Это как бы бесполезный ориентир. Сергей, ну ладно, уже будем закругляться потихоньку. Один из последних вопросов. Вот скажи, сейчас, помимо Google и Facebook, кто-нибудь занимается нейросетями прям упорно? Да все занимаются уже. Яндекс занимается и уже даже мелкие компании этим занимаются. Призма занимается далеко не ходить. Чтобы далеко не ходить. Ну, мы занимаемся чуть-чуть как бы. Да, в принципе, я не знаю, эти продавцы рекламы на мобильном телефоне занимаются. Потому что... Ну, более примитивной степени, да, естественно. Ну, да, занимаются, конечно, сегодня практически какой бы ни был у вас бизнес или вид деятельности, нейросеть может там серьезно помочь. Если вы придумаете, как ее правильно применить. Поэтому я думаю, ну, то есть, по мере того, как, собственно, фреймворки становятся все более и более доступными, количество применений нейросетей будет расти экспоненциально. И мы себе с вами представляем, какое количество их будет через пять лет. Ну, хорошо. Поэтому каждый должен свою домашнюю нейросеть воспитывать. Правильно я сказал? Да, ты нас прям реально запугал, на самом деле. Заинтересовал и запугал. Я вообще ни разу не пугал. То есть, я наоборот открою картинку красивого будущего. Но придется что-то делать, чтобы оно как бы наступило. Каждый. Да, отлично. Будем стараться все вместе. в общем. Да. Ну, хорошо, Сергей, спасибо тебе за интервью, за рассказывать. Спасибо тебе большое. Будем обязательно тебя звать еще. Если какие-то у нас возникнут внезапно ситуации, вопросы и так далее, будем тебя просить к нам прийти рассказать нереальные вещи, которые мы даже не думали. Хорошо. С удовольствием. Спасибо тебе большое. Пока. Не дошли. Всем пока. Пока. Пока.